Дорогие друзья, мои подписчики, а также гости канала, всех вас сердечно поздравляю с уже наступившим новым 2019 годом и желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех ваших делах, а также мирного неба над головой. Эту искусственную елочку я купила в этом году и заранее ее нарядила, так как уезжала на 10 дней в гости и не загружала ничего на свой канал, поэтому поздравляю вас с немножко с опозданием. Также посмотрите ролик дальше и увидите, какие еще я подарки купила себе по случаю нового года. Это не косметика, не наряды, а просто товары для дома, которые для любой женщины также являются хорошим подарком. Мечта любой женщины. Вот по случаю нового года я сделала себе подарочки. Если можно считать это подарочками, это все вещички, которые нужны в хозяйстве для дома. Раньше в молодости, конечно, были другие приоритеты. В первую очередь думала я о детях, а потом уже что останется из бюджета, могла уже на эти деньги что-то себе приобрести. Или что-то из одежды, или косметики, или хорошую книгу, или нитки для вязания. В общем, раньше все было по-другому. Хотя посуду и вещи для дома я тоже очень любила. Выбор был небольшой, но я всегда рассматривала полочки с посудой, с красивой. Хотя не все могла себе позволить купить в то время. Это 70-е, 80-е годы и 90-е тоже. А сейчас, в принципе, я все могу себе позволить. Но нужно ли оно мне сейчас? Но то, что нужно, конечно, я покупаю. И по порядку начнем сейчас. Вот терочка. А то у меня старая уже и ручка оторвалась. Хотя она функционирует нормально, очень острая. Вот, ну, как-то некрасиво уже. Дальше. Это для елки огоньки. Елочку потом я покажу. В этом году я купила и елочку, и немножко новых игрушечек. Это собачки еда. Это для окон, для стекол, для мытья, для зеркал. Вот такие зажимчики для пакетиков. Они очень-очень прочные. И очень дорогие, кстати. Вот такие вот. Очень тугие. Если кулечек прижать, зажать, то туда уже ничего не попадет. Ни воздух, наверное, ни вода. Вот такая подставочка. Это или для ложек, или для половников. Вот, когда готовишь пищу. Потом не было у меня вот такой штучки, которая очень нужна иногда. Вот, когда делаете, допустим, яблочный пирог, например, или картошку порезать, или морковку. Да, любые овощи, в принципе, на одинаковые такие кубики. С этой стороны, вот эта решеточка, здесь остро заточенные края, вот, режущие. А с этой стороны тупые. И вот кладете сюда вот какой-то овощ или яблочко. Вот, предварительно почистить, конечно, нужно. А потом вот так вот нажимаете, и получаются одинаковые кусочки. Так, вот эта штучка. Это вот эти вот сопроводительные всякие вот бумажечки. Это вот цена написана. 40 гривен стоит. Вот эта резка. И очень важная вещь, вот для меня. Я всегда хотела купить, ну, как-то руки не доходили, круглую дощечку разделочную. Вот, она круглая, но без каналки. И она клееная, не из цельного куска. Вот, видите, вот полосочки. Клеенная такая дощечка. Ну, думаю, что она не последняя у меня в этой жизни. Куплю еще себе такую, как захочется, немножко позже. Дальше, вот такая салатничка и набор крючочка. Вот, крючочки на липучках, вот они мне очень нужны. И на кухне, и в ванной комнате. Вот такие две тарелочки дальше. Почему две? Ну, потому что мне захотелось именно такие тарелочки. У меня посуды много, а таких вот именно не было. Просто так купила. Вот, и очень нужная вещь, девочки, смотрите. Может, у многих уже есть давным-давно. Вот эта вот швабра с отжимом. Вот, видите, вот эта штучка вот так отгинается. Вот я еще не распаковывала. Это нужно отгинать эту штучку, когда продавщица объяснила, когда намочишь в воде, когда она становится мягкой, тогда вот это отгинается, и происходит отжим с помощью вот этой вот штуки. которая придавливает сам валик. Вот, и ручка у нее телескопическая, вытягивается. Сейчас я просто одной рукой не могу это сделать. Держу камеру в руке. Стоит она 125 гривен 70 копеек. Вот. Я ее купила, в принципе, не для пола, а для мытья окон снаружи. Внутри я достаю окна помыть. У меня окна маленькие. Вот. А снаружи я не достаю. Даже со стульчика не достаю. Надо ли стремянку тащить. Ну, короче, теперь со шваброй будет проще. Вот такие покупочки. Всем спасибо за... Так, теперь насчет стоимости, может, если кого интересует стоимость. Вот терочка, цена написана 85 гривен 20 копеек. Вот эта штуковина, вот, для елочки, 145 гривен стоят лампочки. Видать, для собачки 46, кажется, точно не помню, 40 с чем-то. Это средство для мытья окон стоит... Хотя чек вот у меня лежит. Так. Так, дощечка стоит 188 гривен. Те, которые из более цельных кусков, ну, там одна склейка может быть, а бывает вообще из цельного куска, они гораздо дороже. Вот такого размера стоит, ну, где-то за 200 гривен, 300, 400, а с канавками так еще дороже. Вот. Вот эти крючочки стоят 8,79 штучка. Вот. Все очень подорожало. Очень подорожало. По сравнению вот с прошлым годом. Так, дальше, смотрю, называются вот эти штучки. Это клипсы для пакетов. 4 штучки 73 гривны. Вот. И слабра я уже сказала, что 25 гривен стоит. Вот такие покупочки. Вот почти на 1000 гривен, да, а видеть нечего. Это почти моя пенсия. Пенсия у меня 1500 без 5 гривен. Курс доллара сегодня в Украине 27,7 гривен, продажа, покупка 27,4 гривен. Вот. К Новому году прогноз такой дают, что немножко подскочит. Немножко или много, посмотрим. Всем большое спасибо за просмотр этого видео, за подписку на мой канал. Еще раз с наступающим всех. До скорой встречи в новом видео.